Привет! Я сегодня хочу поговорить о лимфатической системе и занятии на трамплине. Это такой маленький трамплинчик, он еще также называется Rebounding Trampoline. Я увлеклась этим видом, я не знаю, спорта, exercise, занятием где-то 6 месяцев, где-то 6 месяцев, полгода назад. Я об этом читала еще раньше, и моя сестра еще тоже прыгала на трамплине. У нее трамплин уже, по-моему, несколько лет. Она ходила когда-то на лекцию одного health guru, такого специалиста по здоровью из Калифорнии, приезжал к ним, и она рассказывала очень много интересного про это. Я как-то вот заинтересовалась, но тогда трамплина у меня не было, и я смотрела информацию здесь, там и здесь. Я говорю, мне было просто интересно. И потом, когда моя сестра приехала ко мне, она мне привезла трамплин. Она мне привезла трамплин, и я стала на нем прыгать. Мне очень понравилось, очень-очень-очень понравилось. Я с таким удовольствием прыгаю на трамплине, прям как это детская радость на нем, скажем так. И вот что еще очень хорошо про этот трамплин, я сразу немножечко про это расскажу, потому что мне кажется, это очень важно, особенно для людей, которые живут в квартирах, что трамплин очень маленький. Это малюсенький трамплин такой. Их можно, конечно, купить в разных размерах, но в основном идет там стандартный размер у них. И многие они складываются, вы можете его сложить, сложить ножки и положить там под кровать или куда-то еще, чтобы он не мешался у вас в доме. То есть вот это одно из важных таких, ну не вещей, а один из важных пунктов в том, что иметь трамплин. И что это еще, еще одно, что важно, что вы можете это делать в любое время. Вы можете встать утром, попрыгать, вы можете прийти с работы, попрыгать, вы можете в любое время. Вот сидите дома, вместо того, чтобы сидеть на диване, идите попрыгать на трамплине. Вы можете смотреть телевизор, прыгать, вы можете смотреть видео на YouTube и прыгать на трамплине. Очень хорошо, конечно, слушать музыку, потому что музыка заводит, и тебе хочется прыгать, и появляется такая энергия. Очень хорошо слушать какую-нибудь, ну, что вам нравится, короче говоря. Можно слушать, кто религиозный, какие-то религиозные, spiritual такие разговоры и так далее, там, подумающие, то, что вам нравится. Я слушаю музыку в основном, а иногда ничего не слушаю, потому что я люблю заниматься на улице. Это еще один такой, если у вас есть возможность, например, дача, и вы проводите много времени на даче, это еще хороший метод выйти на улицу. Я вот свой вытаскиваю на улицу все время, я летом всегда занимаюсь на улице, и утром, я занимаюсь утром, ну, потому что у меня есть такая возможность, и я вынес его на улицу, поставлю на солнышко и прыгаю, и прыгаю. Во-первых, вы получаете то, что вы занимаетесь. Во-вторых, солнышко, свежий воздух, ну, вообще красота. Ваш мозг обогащается всякими оксиджентами. В общем, это очень полезно. И это фан, это, ну, не просто, как мне интересно, но это фан, это легко. Это не чувствуется как занятие спортом, вот что, о, каш, мне нужно пойти заниматься опять сегодня. Нет, ну, стоит, вот его оставили там, он стоит там, раз, попрыгал, попрыгал. Ну, хочу рассказать немножечко о его полезности, потому что, в принципе, трамплин можно использовать и когда ты здоровый, просто для поддержания своего здоровья. И также можно его использовать, когда у вас не в порядке что-то за здоровьем. Потому что люди имеют рак, всякие разные другие заболевания, в принципе, любые заболевания, не только рак, любые заболевания. Почему? Потому что я сейчас объясню. Это помогает очищать вашу лимфатическую систему. Если вы не знаете, лимфатическая система имеет жидкости в три раза больше, чем кровь, вот в нашем теле, крови. И она, лимфатическая система, эта система, как, ну, очищает наше тело от всяких токсинов. Вот если, единственная, что разница, ну, не единственная, но разница между нашей кровеносной системой и нашей лимфатической системой в том, что в кровеносной системе у нас имеется сердце, это как мотор какой-то, он гонит кровь, он помогает крови бегать. Бежит, бежит, бежит. Кровь обогащает наше тело нутриенс, а лимфатическая система это очищает. Это все очищает, она выбрасывает токсины. Но вот по сравнению с кровеносной системой, наша лимфатическая система не несет, у нее нет вот этого мотора, который бы гоняла. Мотор – это мы, это вы, это вот ты. Почему? Потому что, когда двигаешься, это заставляет лимфатическую систему тоже двигаться, лимфатическую жидкость, и любые движения вы делаете. Ну, конечно, нужно помогать своему организму. Смотрите, когда вы двигаетесь, птете, это вот что, это очищается, это выходят токсины из вашего организма, это все через лимфатическую систему. Это нужно помогать. Вот почему так важно заниматься спортом? Это важно бегать, прыгать, ходить, кататься на велосипеде, на лыжах. Ну, вообще, ну, это нету конца перечислению тому, что мы можем делать, чтобы помочь очищать наш организм от токсинов. Это вот наша лимфатическая система несет эту функцию. Можно в баню ходить, конечно, тоже, это тоже хорошо. Вот, сходить в баньку попариться, все токсины выходят. То есть, ну, вот этот ребаундинг, прыгать на трамплине, это очень доступно нам. Мы, когда прыгаем на трамплине, задействуется G-Force, и все наши клеточки внутри как бы массируются. Вот, поэтому это очень-очень полезно прыгать на трамплине. А также очень хорошо, что, когда ты прыгаешь на трамплине, массируются ваши внутренние органы. И вот я покажу, а также, когда прыгаешь на трамплине, подтягивается ваше тело внутри. Вот, если вы хотите избавиться от животика там и все такое, потому что, когда прыгаешь, ты просто держишь свое, свой core, свой живот втянутым, потому что тебе нужно прыгать, и ты как-то это делаешь, ты даже не думаешь об этом, ты просто это делаешь, потому что это, ну, как это, это просто происходит натурально. Также, также хорошо, вот у кого Cellulite, 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 избавиться от Cellulite, то же самое. Ну, конечно, это не произойдет за две минуты, это не произойдет за два дня. Это нужно положить время немножечко, этим нужно заниматься, и вы увидите результаты. И в любом возрасте, этим можно заниматься в любом возрасте, от маленького до 150 лет. Почему? Потому что вы можете регулировать, как вы это делаете. Вы можете прыгать, я вот покажу сейчас, но я говорю, можно заниматься любому человеку. Можно заниматься человеку, который очень больной, потихонечку начинать, и человеку, который уже выздоравливает. То есть, вы болеете, прыгайте, прыгайте, очищайте свои, помогайте своему телу очищаться от всей этой грязи, которая накопилась нам. Это очень-очень важно для нас. Если у вас кто-то есть в семье, у которого какие-то заболевания такие серьезные, подарите ему это. Я не знаю, вот если в России есть маленькие трамплины, но вот закажите себе или купите в магазине, мне кажется, там тоже есть. Прыгайте, скажите, пусть они прыгают. Ну вот сейчас я покажу, как можно это делать на трамплине, как это делаю я. Вот мы сейчас перейдем. Можно начинать на трамплине, если вы, например, чувствуете себя не очень хорошо, можно начинать это потихонечку. И делать вот просто для здоровья прыгать, вот так потихонечку. У меня такой скрипучий он немножко. Вот так вот. А если человек очень больной, то можно даже просто сесть на трамплине и делать вот так. Это, конечно, не будет не такую большую пользу приносить, когда вы прыгаете на трамплине, но все равно это будет польза. Вот. Но вот когда вот человек болеет, то просто делать вот так. И начните, если вы очень больны, начните с минутки, попробуйте одну минутку, потом увеличите на 2 минуты, на 3 минуты. И так каждый день, каждый раз вы становитесь на трамплине, вы увеличиваете свое время на минуточку. Если вы здоровый человек и вы делаете это просто для здоровья, то это тоже полезно. Начните, попрыгайте. То, что я, например, я занимаюсь, например, где-то 15 минут. 15-20 минут на настроение. Иногда, конечно, у меня бывает настроение, я могу попрыгать и полчаса, и 45 минут, но это когда есть время. Когда вот нет времени, так особенно вот по утрам, после того, как я позанимаю свой основной, я занимаюсь вот 15 минут на трамплине после этого. И что я делаю? Можно на интернете, можно, на интернете можно найти, конечно, очень много всяких разных упражнений на батуте маленьком. Ну, вот что я делаю? Я, в принципе, начинаю с разогрева, так прыгаю, где-то минуты 3. Потом я начинаю носить вот такие упражнения. Делаю так минутки 2. Вперед, назад. Такие вот. Jumping jacks. Это очень хорошо, потому что у вас и работают руки, и все. И вот сразу вы чувствуете, как работает ваш core. Вы начинаете поддерживать вот здесь, вот в этом месте. Можно сделать так. свистерс. Можно ножки вот так делать. Вот так вот. Обязательно следите за своим балансом. Ну, вот я вам немножечко показала. Если вам интересно, конечно, можем эту тему развить немножко и показать более подробно. Но вообще очень много информации можно найти на интернете о том, как именно заниматься на маленьком трамплине. Также, наверное, если у вас нету трамплина дома, и вы ходите куда-то в спортивный клуб. Многие клубы сейчас имеют трамплины тоже. И у них там есть даже классы на батуте, прыжкам на батуте. И также вы можете сами заниматься. Ну, и, конечно, иметь это дома, это очень-очень здорово. Я очень получаю большое удовольствие это делать. И это можно сделать, если у вас это есть дома. То можно этим заниматься в любое время. Вот это что хорошо. Вот это что. Потому что вам не нужно думать, что куда-то идти там в клуб или чем-то одеваться, обуваться. Погода плохая, дождь на улице идет или солнце очень сильно светит. Оно вот здесь, вот здесь рядом с вами. И вы можете встать на него и попрыгать. Попрыгайте. Попрыгайте пять минут. Это очень-очень полезно для нашего организма. Вот я говорю, я призываю к тому, чтобы, особенно в нашем возрасте уже, ну, в любом возрасте здоровье важно. Но вот в нашем возрасте организм очищается от всяких, мы выглядим молодо. Вы почувствуете, как к вам приходит здоровье, сила и красота. Я вам это гарантирую.